Я не согласна, я не согласна. Я говорю, хочу прежде всего попасть к Александру Григорьевичу, присутствие министра обороны. Этот беспредел еще все-таки продолжается и продолжается, и его еще не остановили. А если бы были приняты более суровые меры, были приняты суровые меры, я считаю, что это по головке так погладили, нашли самое слабое звено. Так, нашли сержантов, самое слабое звено. Офицер вообще тут не при делах, беспредел и произвол. И последующие жертвы, вот я связывалась, они со мной связались, мамы последних наших жертв, после того, как солдат начинает выступать против этого беззакония, которое творится, сказал вот солдат в Слониме, что мама, если меня не комиссуют, значит я сбегу. Через два часа его уже не стало. Не стало, его уже нет в живых. Я больше ничего лучшего не ждала, поэтому если бы были приняты более строгие меры, суровые меры, какие-то были кардинальные, извините, изменения произошли. А так у нас никто никого не боится. Поборы, поборы, поборы без конца. Так что, у нас или в военкомате заплатить эти деньги, так, или же в армии эти деньги сплатить. Так давайте лучше, ребята, подумаем о том, вы наше будущее, молодежь, так, подумаем о том, может нам контрактную армию, наконец-то, перейти к контрактной форме найма, а не начинать вот эту бесплатную рабочую силу эксплуатировать. Спасибо.